Приветствую всех фанатов вселенной Вархаммера! Ну, сегодня у нас превью онлайн. Мне уж в личку написало немало народа на тему «Давай, расскажи-ка нам про новые миниатюры, блага». Рассказать есть про что. Некоторые вещи меня очень порадовали, ну, а некоторые прямо-таки огорчили. Опять же, меня попросили пробежаться просто по моделям и сказать своё мнение относительно данного... ну, данного превью, да, поэтому всё пишется наживую, без склеек, за некоторые паузы, тавтологии и прочие несуразности. Прошу меня простить. Ну, в общем-то, поехали. Сегодня у нас 23 января 2021 года и превью у нас называется «The Dead and the Divine». И у нас, нам сегодня обещали, это Вархаммер 40 тысяч, Kill Team, Adeptus Kitanicus, Age of Sigmar, Underworlds, и другие вкусности. И начнём, к сожалению, с разочарования. Опять же, я говорю, что это лично моё мнение, не является истиной в последней инстанции, высказываю свои впечатления от моделей. В общем-то, что меня и попросили сделать подписчики. Ссылочку на оригинал новости прикреплю к описанию данного видео. Можете зайти и ознакомиться. И вот это очень странная модель. Я не ожидал, конечно, что для сестричек сделают что-то новое, настолько новое. Это кей Дреднайт для сестёр битвы. Но, на мой взгляд, я выскажу своё личное мнение, он смотрится пипец как у бога. Вот этот Paragon Warsuit, он какой-то дико непропорциональный, смешной. Честно, он напоминает больше какой-то любительский китбаш, чем реально сделанную модель специалистами, которые поработали 3D-дизайнеры, скульптор и так далее. Очень странный дизайн. Непропорционально. Но вот модель выглядит просто непропорционально. Маленькая голова, кажущаяся маленькая голова на фоне вот этого здоровущего тела. Причём, если на Дреддкнайте был виден серый рыцарь, непосредственно пилот, то здесь такое чувство, что это просто одна фигура. То есть это не сьют, не костюм для пилота, а просто вот такой у нас странный мутантообразный пилот. Очень узкие, тонкие ручки. При этом, посмотрите, какие ноги. Абсолютно неудачная вот эта кабина сделана. Ну, нелепая модель. Просто нелепая. Мне в ней вот по десятибалльной шкале я ставлю этой модели двойку. Реально. Лично для меня она выглядит просто убого. Я бы такую себе модель в армии никогда не взял. Даже если пусть она будет оверповернутая, будет разносить все в хлам, я бы не стал такое брать. Просто чудовищные по дизайну модели. Я не понимаю, как можно выпускать реально крутые модели, допустим, для Necron, которые мы увидим сейчас ниже, которые выйдут в Kill Team, да и другие крутые модели. И вот выпустить вот это. Я не знаю, может, это какой-то стажер у них поработал над оформлением, вернее, над созданием данной модели. Не знаю. Но, на мой взгляд, просто худшая модель вот этого года, ну, пока только который начал. И даже если брать предыдущий год, вот это реально, на мой взгляд, это прям худшая модель за последние два года. Просто чудовищно. Нелепо, непропорционально, очень плохо. Опять же, это лично мое мнение. Да, все меня спросят, где же твои и сестры хаоса? Тут пока ситуация жизненная, определенная. Потому что я не всегда, не так часто бываю в своем как бы основном доме, потому что мне приходится там мотаться между больницами и прочим. Но, как бы, я надеюсь, скоро дела улайц, в общем, сестричек будем и дальше клепать. Но вот это, я даже не знаю, как здесь закидбашить нормально. Она уже, ну, просто ужас. А вот это уже вкуснее. Это новый наборчик для Kill Team. Kill Team живет, это хорошо. Мне очень нравится Kill Team. Парен Nexus. Скирмиш от 40-тысячника живет. Это здорово. И набор-то реально прикольный. Ну, вот, особенно некрончики. Эти модели мы уже видели, как я говорил, они хороши, мне очень нравятся. Гораздо лучше ассотников. Ну, про ссотников я уже говорил. Они и неплохие, просто, на мой взгляд, скучные. А вот эти ребята прям-таки огонь. Ну, и некроны. Вот это просто, это хрономансер, да? Он, по-моему, называется хрономансер. Видимо, он управляет временем. И просто божественная модель. Я надеюсь, вот, посмотрим. Может быть, скинемся с Дуганом на коробочку. Ну, и флейды здесь, да, у нас хрономансер. Ну, флейды, я уже говорил, здесь в этот ряд есть как вообще просто безумно неудачных моделей, так и просто шикарные модели в виде вот этого парня. Он хорош. Он реально хорош. Но хрономансер, это просто вот... Если вот это, два из десяти, даже полтора, это прям твердая десятка. Одна из лучших моделей некрон. Я в восхищении. Собственно, сам наборчик у нас здесь Кэп, Интерцессоры, хрономансер, шикарен, флейды, пятерок флейдов, террэйн, карточки, рулбук и поле. Переходим к Адептус Титаникус. Кто из нас играет в Адептус Титаникус? Перемейте руки, но я порой так посматриваю, думаю, блин, ну, собрать бы пару моделей просто на полочку. Они хороши, но, конечно, цена меня останавливает. Еще как бы посмотрите, как все подорожало. Монолит 10к, о боже мой, что вообще творится с этим миром. Модель хороша, новый, здоровущий Титан, следующий в линейке после Варлорда, Вармастер. Офигенно выглядит. Я прям подзалип, и у меня такие голоса в голове, давай, давай, собери Адептус Титаникус, посмотри, как это клево, как, это же Титаны, там все, вот это здорово. И потом голос разума говорит, ну, где же и с кем ты будешь играть? Но сам факт того, что вы можете собрать линейку Титанов, а для тех, а для коллекционеров это прям самый такой фетиш, чтобы всех поставить вот именно так вот по возрастанию, да, по росту. Вот. Перефразируя поговорку, Титаны по росту строятся, вот. Ну, очень круто, я прям позалипал на эту модельку, что странно, вообще на непрофильную систему я особо не залипаю, потому что я в нее не играю, но если в профильную выходит вот такие модели, то как бы окей, позалипаем на Титанику, с блага они реально крутые. Ну, так вот это как бы торчащая штука неудачная, я понимаю, что это башня целая, там еще гигантский этот Титан, просто невероятных размеров, ну, чисто визуально такой, пень, отросток, не. Ладно, Age of Sigmar, Теклес, Теклес возвращается из ФБ, и очень странный дизайн. вот я со знакомым буквально каратенечко поспорил минут 10, и я вообще вот эту модель не понял. Ему дико зашло, а мне она дико как раз не понравилась, вот как раз из-за этой маски. Маска, на мой взгляд, ну, я просто помню Теклеса времен ФБ, еще стародавние времена, когда это было, господи, какой я старый. Вот, но по композиции, вот именно потому, как она сделана, по сложности проработки этой модели, это просто топ. Объективно я понимаю, что это твердая девятка, но чисто, вот если как бы мое мнение просто, вот если я, скажем, абстрагируюсь именно от качества модели и перейду в сторону своих личных предпочтений, ну, вот лично у меня все впечатления от модели, она реально крутая, убивает вот эту маску. Ну, я не понимаю вот этого стиля новых хаев, они меня, честно говоря, немножко разочаровали, хотя есть люди, которые от этого прям фанатеют, но это не хай эльфы, а какие-то уже фури эльфы, вот с этими там хвостиками, такими масочками, я, ну, кому что, то есть я этого вообще не понял. А, ну и, конечно, новый батл том для дочерей Кхайна, Endless Spell, кстати, очень круто сделано, вот это прям вообще огнище, добротно. Дайр Чазм и новая банда вампиры, ммм, прям разгорелись такие жаркие споры по поводу этих моделей, кому-то они очень зашли, кто-то от них прям в шоке и говорит, дайте мне это развидеть, ну, не знаю, у меня, как бы основная претензия только к их лицам, вот, некоторые из них очень спорно сделаны, даже как-то ФБшечки, они были поинтереснее, хотя уже сколько лет прошло с ФБшечки, а некоторые модели ФБшечки смотрятся до сих пор просто огненно. Вот этот чувак очень хорош, очень, прям, из десяточки восьмерка твердая, даже, может быть, восемь с половиной, тоже, но мне не нравятся вот эти прям, ну, как-то зубы не очень аккуратно сделаны, можно было немножко переделать скульпт головы, тоже восьмерочка, тоже, ну, как-то, ну, сама, сама вот эта фигура, да, торс, волосы, круто, но опять же, что-то мне у них не нравится именно, как сделано у них лицо. Банда Крута, я ждал, правда, как бы, широкомасштабного анонса вампов в Age of Sigmar, очень хочу отчитануть их бокца, да, посмотреть вообще, какие там модели, ну, там, да, скоро выйдут гедонисты уже именно в продаже, такой, ой-ой-ой, гедонистов, конечно, хочется побольше узнать, чем о вампах, но посмотрим, может быть, ну, банду, 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 наверное, надо взять этих вампов, они хороши. Очень крутая штука, я не знаю, как бы, какие именно там полностью будут модели, правила, насколько она будет реиграбельная, но мне очень понравился ролик, чекните, очень стильно, очень круто сделан, молодцы, твердая пятерка, вообще без дураков, посмотрите, классный ролик, стильно сделан, так атмосферно, ну, это, собственно, новый Arkhamer Quest, Curzit City, и вот эта модель шикарная, я завис на них, посмотрите, это же прям цельный инквизитор для сороковника, подпилить, подгибашить, великолепно, покрашен здорово, все детали, колия, великолепная миниатюра, вот люди здесь поработали, и вот такой Монстряк тоже, ну, прям как сошел с, не знаю, с обложки альбома какой-нибудь Death Metal группы, вот, ну и вообще, как бы если выйдут вампы, да, мы вернемся, прям у меня будет ностальгия, врубим какой-нибудь Death Metal, будем вспоминать старые, добрые времена, и рубиться готическими парнями против разных имперцев, крутой веб-сайт, зайдите, там, кстати, он будет показывать следующую модель, там, по-моему, с каждой стороны будет по 5, или сколько-то моделей там, вот, а давайте сейчас заскочим, посмотрим, что у нас тут, вот, сайт очень круто сделан в плане дизайна, и юзабилити здесь достаточно удобная, вот, так раз, два, насколько здесь, шесть моделей с каждой стороны, пока показали только две, очень классная карта, оформление такое, вот оформление очень крутое, в духе Мартхейма, и той же ФБшечки, молодцы, вот, оформлено, великолепно, и опять же, ну, сейчас я вернусь опять к началу нашего разговора, вот, посмотрите, как сделаны модели, да, вот, вот эта красавица, да, вот эта офигенская, офигенская, чувак, и просто вот, вот это, ничего, ребята, вы когда выпускали эту модель, ну, как бы, сомнений не было, да, глазу ничего не резало, да, ну, вот, что вы вообще, вы сделали, кошмар, ну, и, конечно, это последняя, в общем-то, новость, вот эта, кстати, посмотрел бы, если реально очень крутая игра, может быть, даже с друзьями зарубиться, те, кто предпочитает больше настолки, а не варгейме, но это все, к сожалению, ни Детей Императора, ни Пожирателей Миров, мы пока, увы, не увидели, и я очень надеюсь, что мы хотя бы превью увидим в этом году Пожирателей Миров или Детей Императора, насколько уже можно тянуть, уже, наверное, в этом году выйдет, я не знаю, там, вторая редакция кодекса Тысячи Сунов, да, потому что вторая редакция кодекса Гвардии Смерти уже, в общем-то, на подходе, ее уже анонсировали, все показали, новые модельки, все замечательно, почему Пожиратели Миров должны ходить с коробкой 20-летней давности, а у Детей Императора в принципе нет своей коробки, а есть только какие-то древние апгрейд-паки, которые, во-первых, не найдешь, они из смолы, и что это за безумие просто, в общем, короче, требуем отдельного кодекса Пожирателей Миров и Детей Императора, ну, а на сегодня все, надеюсь, вам понравился такой вот короткий обзор на новые модели, до новых встреч, пока-пока.